В Украине 8 вечера. Время узнать последние новости страны и мира. В студии с вами Татьяна Бутий. Вот главная тема сегодняшнего выпуска. Массовое убийство в торговом центре Мюнхена. Кто стрелок и что за этим стоит? Что требуют жители Буча и Ирпеня? Массовые пикеты в центре Киева. Очередные скандалы со взяточниками в Украине. Кого и где задержали сегодня? Курс на отдаление. Как в Европе оценивают шансы Турции на членство в ЕС? 9 погибших, более 20 раненых. Среди жертв много подростков. Немецкий Мюнхен пережил одну из самых страшных ночей в своей современной истории. Молодой немец иранского происхождения открыл стрельбу в торговом центре города. Главный вопрос. Какой мотиве? Что это было? Теракт или все же нет? Все узнаем у Татьяны Лагуновой. Она на прямой связи со студией. Таня, добрый вечер. И есть ли ответы на эти вопросы? Да, Таня, немецкая полиция уже заявила. Мюнхенский стрелок, скорее всего, не был сторонником или боевиком ИГИЛ. Огонь открыл школьник, который страдал тяжелым психическим расстройством и наблюдался у врача. Ему исполнилось 18 лет. Немец иранского происхождения. Родился и жил в Мюнхене. Знакомые рассказывают, что у нападавшего были проблемы в школе. Его считали тихим, но странным парнем. При обыске в квартире, где он жил с родителями, полиция нашла целую подборку газетных вырезок про атаки стрелков-одиночек и даже книгу «Ярость в голове. Почему убивают школьники?» Силовики не исключают, что кумиром нападавшего был норвежец Андерс Брейвик, устроивший массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утоя. Его жертвами стали 77 человек. Вот что говорят в полиции о взаимосвязи этих двух преступлений. Поскольку в пятницу была пятая годовщина атаки Брейвика в Норвегии, а сам нападавший увлекался подобными историями, то мы можем предположить, что он интересовался и этим делом. Взаимосвязь на поверхности. И похоже, что нападавший готовил нападение как минимум несколько дней и специально заманивал молодежь в торговый центр. По некоторым данным, он создал фейковый аккаунт в социальной сети и приглашал школьников в пятницу вечером прийти в ресторан быстрого питания, который находится на территории центра. Мол, он будет угощать посетителей. И именно этот ресторан стал первой точкой, где нападавший открыл стрельбу. Все подробности трагедии в Мюнхене далее в сюжете. Пятница, 6 часов вечера по местному времени. Случайным прохожим удается снять на мобильный телефон начало самой страшной ночи в современной истории Мюнхена. Парень в черном с красным рюкзаком за спиной достает оружие и начинает расстреливать прохожих возле ресторана быстрого питания. Через несколько минут преступник забежит в крупнейший торговый центр Мюнхена «Олимпия». Он в нескольких минутах быстрой ходьбы и откроет огонь по посетителям. Людей в это время там очень много. Впереди выходные, в разгаре сезон скидок. Свидетелями атаки стали и украинцы. Это было ужасно. Было много крови, на земле лежали тела. Я говорил с мамой раненого по телефону, сказал, что с ее сыном все в порядке. А он мне все это время говорил, я не хочу умирать, но я умираю. А это уже кадры, снятые жителями одной из многоэтажек Мюнхена, которая находится прямо возле торгового центра. На крыше парковочного комплекса все тот же стрелок в черном, с красным рюкзаком за спиной и оружием в руках. Он вступает в перепалку с людьми, которые выбежали на балконы. Кричит, что он немец, родился в Германии, затем начинает стрелять. Я слышал выстрелы и крики, думал, запускают фейерверки. Но выстрелы повторились снова. Я вышел на балкон и увидел человека. Он стрелял. После первых сообщений о стрельбе власти Мюнхена оцепили торговый центр, остановили работу общественного транспорта, в том числе и метро. Жителей призвали оставаться дома и не выходить на улицу. Мобилизовали более трех тысяч полицейских, в том числе сотрудников элитных подразделений. Силовики не исключали, что нападавших несколько, и они могли скрыться в городе. Только поздно ночью стало ясно, стрелок действовал в одиночку. Он покончил с собой. При нем нашли пистолет девятого калибра и 300 патронов. Полиция обнаружила тело человека, вероятнее всего, покончившего с собой. Согласно показаниям очевидцев и анализу видеоматериалов, это преступник, которого мы разыскиваем. 18 лет. Давид С. Немец иранского происхождения. Учился в школе, страдал психическим расстройством. Интересовался атаками стрелков-одиночек. Соседи нападавшего шокированы. Я никогда не обращала на него внимания, да и в принципе я его не видела. Очень часто встречала его отца. Он нормальный человек, вежливый, всегда здоровался. В Берлине экстренное заседание канцлера, министра и руководителей спецслужб. Из отпуска в США срочно вернулся министр внутренних дел страны. Мы все, я говорю от имени всего немецкого правительства, с тяжелым сердцем скорбим о тех, кто больше никогда не вернется в свои семьи. Их родным я хочу сказать лично, но от многих людей мы разделяем вашу боль. Мы страдаем вместе с вами. К торговому центру в Мюнхене сегодня весь день несли цветы. По всей стране приспущены флаги в знак траура по погибшим. Татьяна Угунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Слова сочувствия и поддержки Германии в связи с нападением сегодня звучат в разных странах мира. Президент Петр Порошенко в Твиттере написал, Украина стоит плечом к плечу с Германией и нет никакой терпимости к насилию и атакам на демократию и единство. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявила в соцсети, что вся Европа скорбит вместе с Мюнхеном. Слова сочувствия выразила и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Магерини. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон и представитель французского правительства Стефан Лефоль заявили, подобные атаки приобретают признаки глобальной болезни и решать ее надо в глобальном масштабе. Президент Шабарак Обама пообещал оказать Германии любую поддержку и помощь. Организация объединенных наций насчитала более 30 тысяч террористов почти в 100 странах мира. Представитель антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лабарде назвал терроризм глобальной угрозой, с которой страны не в состоянии бороться в одиночку. Необходимо объединение международных усилий. Лабарде также предложил полицейским в разных странах улучшить контакты с различными организациями, которые могут мотивировать людей рассказывать властям о подозрительных действиях. Генпрокурор Юрий Луценко сегодня заявил, ключевая версия убийства журналиста Павла Шеремета – это месть в связи с его профессиональной деятельностью. Я напомню машину, в которой находился Шеремет. Неизвестные взорвали в среду рано утром. Вчера с ним прощался Киев, сегодня Минск. Длинная очередь в храм, охапки цветовый, полное игнорирование официальных лиц и государственных СМИ. Инна Белецкая продолжит. Осталось немного до победы свободы, осталось совсем чуть-чуть, когда этот маразм и диктатура разрушатся на наших глазах. Спустя почти 20 лет он вернулся домой. Павел Шеремет был одним из первых политзаключенных в Беларуси и останется легендой белорусской журналистики. У храма всех святых не успевают доставлять вазы для цветов. Здесь венки от украинского президента семьи Немцовых. Здесь те, кто знал журналиста лично, и те, кто ему просто верил. Это же такой разговор, что с женами говорили, что Паша, ну что ты делаешь, ну зачем тебе это надо? Он говорит, папа, что ты понимаешь, если не мы, то кто? Это Светлана, жена оператора Дмитрия Завадского, с которым Павел работал в Минском Курпунте ОРТ. Вместе они отсидели срок за незаконное пересечение границы. Это было журналистское расследование. А в 2000-м Дмитрий Завадский пропал без вести. Меня перебросило вот на эти 16 лет назад. Я ощущаю то же, что ощущала вот в те дни. Это ужас, это боль, это страх. Знаете, нас хотят напугать, но я думаю, что у них все равно это не получится. У храма и бывший кандидат президента Беларуси Владимир Никляев. Он был человеком, который мог стоять на любом ветре, защищая близких и родных. Он готов был отстаивать свои убеждения и принципы. А эту женщину мы еле уговорили рассказать о Павле Зинаиду Михайловну, он называет столбом белорусской тележурналистики. Это потеря для нее личная. У Павла такая огромная профессиональная харизма. Когда мы еще работали у нас на телевидении, на канале БТ, я тогда еще это заметила. Это огромная трагедия для Беларуси. Сегодня здесь много говорят о свободе слова, шепчутся о режиме и, конечно же, обсуждают версии гибели. Судя по тому, что сегодня Павел делал в последнее время, вряд ли это могло быть какое-нибудь там профессиональное, деловое. Люди несут белые и красные цветы. В какой-то момент пожилая пара развернула старенький, запрещенный в Беларуси белокрасный флаг. Тут же подошли охранники. Поток людей не иссякал все три часа, пока длилось прощание. Из храма гроб с делом Павла Шеремета выносили под христианский гимн Беларуси и овации. Последняя овация журналисту длилась несколько минут. Это было больше, чем просто дань его таланту и честности. С лета 2011-го, когда в Минске проходили молчаливые акции «Хлопать на улицах страны» запрещено. Похоронили Павла Шеремета на северном кладбище Минска. Стали известны детали задержания замкомандира 53-й механизированной бригады ВСУ. Я напомню, его обвиняют в продаже боеприпасов. Кто он и что о нем говорят бойцы 53-й бригады? Подробнее Геннадий Вильденко. Подполковника замкомбрига, он же зампотылу по фамилии Фадеев, имя его пока не разглашается, задержали в зоне АТО сотрудники военной прокуратуры накануне. Управлению по борьбе с коррупцией СБУ удалось установить, что Фадеев продавал на сторону патроны калибром 7,62 и 5,45, а также гранаты РГД-5. Задержан также и покупатель. Обо всем сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбуке. Сумма сделки почти 67 тысяч гривен. Резонанс дошел и до министра обороны. Вот что написал в соцсетях Степан Полторак. Приняв решение разжаловать дорядового та звільнити зі службы у Збройных силах України, виконувача обовязки заступника командира 53-ї окремої механизованої бригади, який був затриманий за продаж озброєння та боєприпасів. Тим, хто заробляє на крові та зраджує присязі, немає місця у військовому колективі. 53-я механизірованна бригада із Рівне прославилась в боях за Авдеєвку, де успішно защищала город с лето по декабрі прошлого року. После бригаду отвели на полигон Широкий Ланг Николаївській області. І там уже в марте скандал. Полсотні бойців пошли протестувати в областной центр против антисанітарії і плахового питання. После і появляється зам по тылу Фадеєв с приставкою «ИО замком Брига». Снабження бойців стало удовлетворительним. В бригаді недавно он исполнял обязанності. Его исполняві обязанності передові нет. Он исполняві обязанності добросовістно. Снабження патронами і гранатами на передовій налажено лучше некуда. За сутки їх выстреливають сотнями, якщо не тисячами. На фронте очередне обострення. Строгий бухгалтерський учет, говорят военні, из-за постоянних атак боєвіков, практично невозможен. С самого «ИО замком Брига» Фадеєва в бригаді почти ніхто близько не знав. «Армия – це сріз общества. І як в обществі у нас проходять різні процеси. Ви біляді, ми борються з ними так і здесь. Ну, вважається, якого був там проступок, він не може тінь бросити на 53-ю бригаду, поскольку эта бригада фронтова, она все время знаходиться на одніх із самих опасних участках. Ми достойно захищаємо Родину». Сейчас бригада в Торецкі і на поступок в Горловці. Только в минувший вторник це подразделення понесло серьезні потери. Чотири чоловіка убиті. «Скандал з подполковником Фадеєвим, уверены в бригаді, на боеспособність подразделення не повлияє. Где же сейчас задержаны Фадеєвы? Ізбрана ли ему мера пресечення? Сегодня в военной прокуратурі не комментирують». Геннадий Вивданко, Игорь Сулий, Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Жителі Буча і Ірпиня сьогодні пікетували генпрокуратуру, прийшли підтримувати своїх мера, до мая кабінетів їх недавно обискувала ГПУ. Також на своїй страниці в Фейсбуці генпрокурор написав, «Всего проводять 31 обласк в рамках дела о хищенні почти 900 гектаров леса». І що подозреваемі, должностні лиця з 2006 по 2012 год незаконно передали в собственность своєму окруженню і нужнім люди з Києва земельні участки. Але прошло вже три дня, і, як видим, пока ні одному з фігурантів дела офіціально подозрення не выдвинуто. Ну а чого добивалися сьогодні жителі Буча і Ірпиня возле ГПУ, і яков результат протеста, об цьому розповіться мої колеги. Наш генпрокурору! Наш генпрокурору! Возле генпрокурору сьогодні многолюдно. Жителі Буча і Ірпиня в выходной приїхали поддержати своїх градоначальників. Вот чого требують від генпрокурора. Ми хочемо, щоб прекратили проти нього преследування. Вот ці незаконні обиски дали спокійно людську далі продовжати роботи. У нас будуються нові дороги, дитячі садки, спортивні майданчики. У нас розвивається місце. Це просто як завжди. Відкрили справу, що почали для піару. Ірпинці розповіють, недавніе события в місті для них стали шоком. І уверяють, при нынешній мэрі Владимире Карплюке міст процветає. Я живу в Ірпені 61 років, і до Карплюка у нас хозяина не було. У нас було задріпане село без дуріг і без світла. А тепер тільки за своє мірство у нас 5 парків, Аллея Слава, поліклініка. Депутат Ірпенського горсовіта Анастасія Папсуї показує рішення Печерського райсуду, який і дал добро на обиск у місті голов. Жодного факту порушення чи незаконних дій немає. І, наприклад, коли там беруться якісь дати, диріба на якій землі, при тому, навіть поле, яке розпайовувалося, коли Карплюку було 13 років, і це пишеться в цьому рішенні суду за одну ніч. Пишеться про якусь кримінальну справу, пишеться факты, на яких вони ніби зґрунтуються, це здогадки і припущення. Люди просять овстрічі з генпрокурором, однак перед дверю ГПУ выстроились нацгвардейці. Внутр нікого не пускають. Организатори решають передати Юрію Луценко письмо. После двох часов протеста к ним так ніхто і не вийшло. Мітингуючі відправились на банковую. Здесь ними встретився представитель администрації президента. Люди передали ему письменне обращення. Спустя час разошлись. Напомню, два дня назад генпрокуратура провела обыск в домах и рабочих кабинетах мэров Буча Анатолия Федорука и Ирпеня Владимира Карплюка. Им инкриминируют превышение служебных полномочий при распределении земельных участков. Но подозрений ни одному не выдвинуто. Генпрокурор ранее заявил, Карплюк, мол, сбежал. Нам в комментарии мэр заявил, что он в Украине. Но где именно, не расскажет. Сейчас находится в отпуске. Анна Каменева, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. В СБУ по-прежнему не комментируют, что же искали на предприятиях смарт-холдинга в Херсонии, Николаевской и Полтавской областях. Я напомню, накануне в офис Херсонского судостроительного завода нагрянули оперативники службы безопасности. В санкции суда на обыск было указано, предприятие может быть причастно к финансированию терроризма. Изъяли всю финансовую документацию и серверы в смарт-холдинге. Обвинения в связях с террористами категорически опровергли и назвали неприкрытой расправой над политическими оппонентами. Там считают, что все из-за того, что бенефициаром холдинга является один из лидеров оппозиционного блока Вадим Новинский. Сам он вот как прокомментировал вчерашнее событие. Сегодня это просто банальный рэкет. Я являюсь членом партии «Оппозиционный блок». Я являюсь депутатом от фракции «Оппозиционного блока». Мы говорим людям правду о том, что нынешняя власть довела страну до банкротства фактически, завела в экономический тупик, проводит политику социального и тарифного геноцида в отношении собственного народа. И вторая причина – это то, что мы, как партия, стоим на защите канонического православия в нашей стране. В Кропивницком на вымогательстве погорели два оперативника нацполиции. 8,5 тысяч долларов они требовали у местного фотографа за закрытие имиджа устроенного уголовного дела. Как установили в прокуратуре, полицейские подослали к фотографу на откровенную фотосессию подставных девушек, а после сообщили – модели несовершеннолетние, ему грозит реальный срок. Повязали оперативников во время передачи части условленной суммы. В Ереване освободили всех заложников, которых удерживали в здании полицейского участка почти неделю. Последними на свободу отпустили замглавы полиции Армении, замначальника полиции Еревана. Об этом сообщают в службе нацбезопасности страны. Освобождать само здание вооруженные захватчики пока не собираются. Сейчас с ними ведут переговоры. Я напомню, 17 июля вооруженные люди захватили полицейский участок, в заложники взяли шестерых. Во время штурма погиб один человек, еще четверо были ранены. Захватчики требовали освободить лидера оппозиционного движения Жерайра Сефеляна, а также отставки правительства. Почти всю неделю возле здания полиции проходили митинги. На улице выходила часть жителей, которые поддерживали действия захватчиков и призывали поддержать оппозицию. Очередные задержания в Турции. Сегодня арестовали высокопоставленного армейского полковника. В общей сложности количество задержанных уже перевалило за 10 тысяч. Всех обменяют в причастности к попытке госпереворота. Что сейчас происходит в Стамбуле, мы узнаем от нашего корреспондента Вениамина Требачева. Вениамин, добрый вечер. Как сказывается на жизни людей чрезвычайное положение и какие последние новости? Сегодня стало известно, что в рамках чрезвычайного положения по всей Турции будет закрыто почти 2,5 тысячи учреждений. В списке есть больницы, школы, вузы. Все эти организации подозревают в пособничестве заговорщикам. Также все госслужащие, которых заподозрят в поддержке мятежников, будут уволены и никогда не смогут работать в госструктурах. Ну и, пожалуй, самое скандальное положение – это то, что полицейские и спецслужбы могут задерживать людей на срок до 30 дней. Напомню, что чрезвычайное положение в Турции объявлено на 3 месяца. Это инициатива президента Эрдогана. Он сегодня заявил, что готовится даже встреча с президентом России Путиным. Она может состояться уже в августе. А вот западные страны Эрдоган раскритиковал за то, что они называют его диктатором. Мы намерены и дальше показывать видео и фото бойни во время переворота. После просмотра, надеюсь, в Европе не будут называть меня диктатором. Я законно избранный народом президент. В Европе уже открыто заявляют, что сворачивают переговоры с Турцией о членстве ВГС. По крайней мере, до тех пор, пока в стране не нормализуется ситуация. В частности, об этом говорится в заявлении правительства Германии. В самой же Турции едва ли не каждый день проходят митинги в поддержку правительства и против военного переворота. В Стамбуле люди каждый вечер собираются возле муниципалитета, ухода в резиденцию Эрдогана. Также на мосту через Босфорну и, конечно же, здесь, на площади Токсима. Они обычно до глубокой ночи здесь находятся. У людей национальные флаги, они выкрикают лозунги. Даже вчера организовали факельное шествие. Тем временем, турецкие власти говорят, что все необходимые документы для экстрадиции Гюлена они передали американской стороне. Напомню, турецкий проповедник и оппозиционер живет в США. Эрдоган именно его обвиняет в организации попытки военного переворота. Гюлен же заявляет, что к этому отношения не имеет. А гость ГЕ просит предоставить доказательства вины оппозиционера. В ближайшее время на переговоры в Вашингтон должны вылететь министры внутренних дел и юстиции Турции. К слову, сегодня в Турции задержали племянника Гюлена. На завтра запланирован большой митинг оппозиции. Она тоже выступает против военного переворота. И немного сейчас уменьшила критику Эрдогана. Акция пройдет здесь же, на площади Токсим. Как вы видите, здесь и без того обычно много людей. Уже смонтированы здесь две большие сцены. Повсюду развешаны флаги. Территорию вокруг патрулируют уже полицейские и сотрудники спецслужб. Это самая последняя новость. Спасибо. На прямой связи из Турции был наш корреспондент Миниамин Трубачев. По меньшей мере, 80 человек убиты. Более 230 ранены в столице Афганистана, Кабуле. Террорист-смертник подорвал себя во время многочисленной демонстрации. По данным МВД Афганистана, взрыв пытались устроить три террориста. Но удалось только одному. У второго взрывчатка не сработала, а третьего ликвидировали силы безопасности. Ответственность за атаку взяло на себя исламское государство. Это самый мощный теракт, в котором призналась группировка ИГИЛ. И снова допинг-скандал мирового уровня. МОК уличил в использовании запрещенных препаратов новую порцию спортсменов. Из разных стран, участников разных олимпиад, представляющих разные виды спорта. Оксана Кундеренко расскажет, кто попался и что грозит нарушителям. Плюс 45. Нет, это не температура в Лондоне, а количество атлетов-нарушителей, которые использовали допинг на Лондонской Олимпиаде 2012 и летних играх в Пекине 2008. В Международном Олимпийском комитете рассказали, во время второй волны проверок анализы показали. Запрещенные препараты принимали 45 человек. 23 из них завоевали медали. Общее количество лжецов за все время тестирования достигло 98 спортсменов. Я разочарована, что обвиняют так много атлетов. Они же должны понимать свою ответственность, и им придется отвечать за все, что найдут в их анализах. Хотя я понимаю, среди элиты спорта очень большая конкуренция. Большинство имен недобросовестных спортсменов и страны, за которые они выступали, пока не разглашают. Известно, что это 9 государств и разные виды спорта. Публично объявили только от турецкой тяжелоатлетки Сибель Азкан. У нее забрали серебро Пекина 2008. Всем пойманным нарушителям запретят участвовать в предстоящих играх в Рио. Именитые коллеги уже осудили их сомнительное достижение. Как спортсмен я хочу иметь возможность соревноваться с чистыми и честными противниками. Если бы во всем мире были такие строгие правила, это стало бы возможным. За это и борется Международный олимпийский комитет. Он ужесточает проверки. На волоске участие в играх нынешнего года всей олимпийской сборной России. Легкоатлетов уже не пускают, а судьбу команды решат послезавтра. Тем временем, третья и четвертая волны проверок МОК на допинг последуют уже после Олимпиады в Рио. И не исключено, что мировой спорт ждет очередная волна разочарований, а многие чемпионы лишатся своих наград. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В эти минуты в центре столицы проводы сборной Украины в Рио-де-Жанейро. Летние олимпийские игры там стартуют 5 августа. Как провожают наших спортсменов узнаем у Аллы Матюшок. Она находится на Софийской площади. Алла, расскажи нам, что ты видела. Да, добрый вечер. Хочу сразу сказать, что на 31-е летние олимпийские игры нашу сборную в этом году провожают с особой торжественностью. Здесь в центре столицы, возле Софийкиевска, соорудили большую сцену. Здесь прошел праздничный концерт. Ну а прямо сейчас вы можете видеть, пока еще есть на сцене наши олимпийцы, спортсмены. Красивые, уверенные, молодые, стильные. Кстати, новая форма, опять же, главные цвета новой формы, как всегда, желто-синий. Но изюминкой этого сезона стал белый пиджак. Хочу сказать, выглядит очень празднично. И самим спортсменам эта форма пришлась по душе. Дизайн одежды разработал один из украинских известных модельеров. Ну а прежде чем подняться на эту сцену, наши спортсмены прошли торжественным маршем по центральным улицам Киева, а также возле Михайловской церкви, почтили память погибших воинов АТО. Пообщаться со спортсменами нам пока не удалось. Хочу сказать, что безопасность здесь охраняет несколько кордонов полиции, национальная гвардия. Я могу только предположить, с чем это связано. Здесь очень много журналистов. Ну а провести спортсменов в центр столицы пришло очень много людей. А на сцену выходил также и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он пожелал им удачи и сказал, что ждет золотом. Кстати, за золотую медаль украинским спортсменам обещали 125 тысяч долларов. За серебро 80, ну и за бронзовую медаль 50. Напомню, 31-е летние Олимпийские игры стартуют уже 5 августа в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. И за заветное золото будут бороться лучшие из лучших спортсменов со всего мира, а также лучшие из лучших украинцев. В Бразилию отправится 205 украинских спортсменов. Они будут бороться в 27 видах спорта, а всего в 33. Уже в национальном комитете заявили, что состав нынешней сборной один из самых лучших за последние годы. Ну что ж, пожелаем удачи нашим олимпийцам. Олимпийцам ждем их золотом. И пусть гим нашей страны часто звучит на стадионах в Бразилии. Студия. Спасибо. Это была Алла Матюшок. Она видела, как в центре столицы провожают сборную Украины в Рио на Олимпиаду. Куда вывозят тонны львовского мусора? Местные активисты считают, он до столицы не доезжает. Отходы оседают гораздо ближе ко Львову. Где? Узнавала Калина Якушко. Бориславский мусорный полигон. Здесь нет ни ограждения, ни надлежащей охраны. Машины с отходами практически никто не контролирует, уверяют активисты. И подозревают, сюда свозят гораздо больше львовского мусора, чем те 2000 тонн в месяц, которые согласились принимать бориславские власти. Мы черговали в ночи. Рано-на-рано подъехала машина, выкликала милицию. Нам никаких документов не надали. В мэрии Львова признают, мусор на полигонной области вывозят, но не весь. Большую часть отправляют за 500 километров в Киев. Активисты городским властям не верят, подозревают, что в Киев мусор отправляют только на бумаге. История с львовским мусором продолжается уже второй месяц. И все это время люди активно выступают против того, чтобы к ним везли отходы. На акции выходили жители Мастиска и Золочево. Теперь возмутились и в Бориславе. Десять населенных пунктов в области уже отказались принимать отходы из Львова. До первого августа их якобы еще отправляют в Киев. А вот что дальше, в мэрии ответить не могут. Мусор, перерабатывающий завод, видимо, остается в далекой перспективе. Во всяком случае, мэр Андрей Садовый обещает, что предприятие появится только через три года. Правда, пока не выделили даже участок, не говоря уже о проектной документации на строительство. Галина Якошко, Юрий Голубенко. Подробности телеканала Интер Львовской области. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Следите за новостями на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Приятного и легкого вам субботнего вечера и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова